Ну что же, я вас всех приветствую. Добро пожаловать на канал. И сегодня я поговорю с вами о вкладке сообщества, то как ее получить, то есть ее преимущества, ее фишечки. Начнем с того, что вкладка сообщества находится до сих пор в бета-тестировании и выдается не всем. Обычно ее выдают каналам, которые достигли 1000 подписчиков. Что же делать, если вы достигли 1000 подписчиков и вам не выдали вкладку сообщества? Вам нужно подождать до двух недель. Если через две недели вы не получили вкладку сообщества, то тогда откройте подписчиков. У меня были скрыты подписчики, я их открыл. И либо совпадение, либо нет, но через три дня у меня появилась вкладка сообщества. Если это не помогло и уже прошло две недели, тогда вам желательно обратиться в техподдержку. Возможно, скорее всего, какая-то техническая неисправность, потому что обычно выдают при 1000 подписчикам вкладку сообщества. Если же вдруг не выдали, то тогда вам нужно написать отзыв, так как, скорее всего, вы еще не включили монетизацию, скорее всего, вы еще не являетесь партнером YouTube. Соответственно, у вас нет персонального чата, также вы не можете связаться по почте. Для этого у нас в самом низу YouTube есть... Это есть и в справке, то есть там, где каналы у вас находятся, настройки, там есть у вас... Да, вот справка. А вот, отправить отзыв. Нажимаете отправить отзыв и здесь пишите. То есть, ну, опять же, не пишите сразу, пишите где-то через две недели. То есть, если через две недели вам не выдали эту вкладку сообщества, то здесь вы, соответственно, можете написать всю проблему, да, описать. И, соответственно, вам после этого, по идее, должны будут в любом случае выдать вкладку сообщества. Их рассматривают эти отзывы не так быстро, но, тем не менее, этот отзыв рассмотрят. Если какие-то проблемы, соответственно, если это и правда проблема, да, то, соответственно, вам выдадут в любом случае вкладку сообщества. Так, ну а теперь мы с вами поговорим о функциях данной вкладки, то есть, что она вообще дает. Ну, во-первых, с недавних пор в вкладке сообщества можно делать отложенные публикации. Это очень удобно, то есть, раньше такой функции не было, раньше можно только вкладывать видео, то есть, публиковать там, допустим, снять 10 штук, и на протяжении, допустим, месяца они там через 2-3 дня будут выходить. Сейчас можно то же самое сделать на вкладке сообщества, то есть, отложенные публикации. Ну, а теперь поговорим о фишках, которые есть, соответственно, у нас во вкладке сообщества. Первая фишка — вы можете публиковать различные, соответственно, видео в вкладке сообщества, что позволит вам лучше продвигать, то есть, люди не только увидят видео, они, скорее всего, где-то у себя там рекомендованных увидят этот пост и перейдут на ваше видео. Также во вкладке сообщества вы можете, в принципе, писать какие-то посты о том, чтобы люди включали, соответственно, колокольчик, да, чтобы, соответственно, как-то переходили. Ну, то есть, вы можете общаться и призывать действию свою аудиторию. Также во вкладке сообщества вы можете сообщить о концепции вашего, соответственно, канала, то есть, что вы планируете делать в ближайший, допустим, месяц там или неделю. Вы можете также публиковать ссылку на свой сайт, интернет-магазин, и тем самым увеличивать, ну, не знаю, посещение, продажи. Можно публиковать, соответственно, видеопрезентации, и таким образом можно, соответственно, опубликовать и продвигать свои видеоролики. Также можно во вкладке сообщества предложить быстрый просмотр вашего видео. Они посмотрят, у них это вызовет интерес и желание, соответственно, перейти для просмотра полной версии. Очень важная вещь, во вкладке сообщества вы можете создавать опросы. Раньше, допустим, в 2014-2015 годах, мне приходилось создавать отдельные паблики и в них устраивать, соответственно, определенные опросы. Сейчас это все можно делать на ютубе, удобно. Также во вкладке сообщества я рекомендую вам, соответственно, отвечать на вопросы своих зрителей, тем самым взаимодействовать. То есть, просто создайте какой-нибудь, допустим, пост, типа вечерний разговор, и вы там можете просто переписываться со своей аудиторией в течение всего вечера. Очень крутая функция есть. Вы можете делиться изображениями, то есть фотографиями и даже GIF-изображениями, что, ну, как-то становится, что ли, как полноценное сообщество. То есть, можете какие-то мемы писать. Это, на самом деле, очень здорово, что это есть теперь на ютубе. Также вы можете в сообществе давать какие-то челленджи, какие-то определенные задания, квесты для своих, соответственно, зрителей. Например, выпустить какой-то ролик или же там задать какой-то вопрос, какой-то, ну, определенный челлендж, в общем, создать, и кто его выполнит, допустим, получит какой-то приз, допустим, я не знаю, что там, сигну или, может быть, какое-то небольшое денежное вознаграждение или, может, даже большое какое-нибудь денежное вознаграждение от игры Steam. То есть, все что угодно. Так что я могу сказать, что вкладка сообщества – это очень хорошая штука. Получайте тысячу подписчиков, получайте вкладку сообщества. И если, соответственно, вы ее не получили, то есть, ютуб вам ее не выдал, то вы можете оставить отзыв, и ютуб этот отзыв рассмотрит. И наверняка, если тысяча подписчиков у вас есть, то у вас появится эта вкладка сообщества. Ну, а на этом у меня все. Я думаю, что тебе все стало ясно по поводу вкладки сообщества, какой минимальный порог и какие ее преимущества. Увидимся в новом видео или же в прямом эфире.